Как справиться с тревогой и не поддаваться всеобщей панике в условиях карантина и самоизоляции? Нам рассказала психолог-практик Евгения Купитман, а также раскрыла секрет того, как провести это время с пользой. Пациенты, которых вы ведете, они сейчас начали обращаться с какими-то дополнительными вопросами к вам, связанные с тревогой и с сложившейся ситуацией? Скажем так, появились новые клиенты, которые все чаще и чаще обращаются с темой тревожности. И если мы говорим о профессиональном языке, то это ОКР в обостренной форме. ОКР это обсессивно-компульсивное расстройство. По-русски говоря, это когда человек раньше постоянно открывал, закрывал дверь и проверял, что все ли у него выключено. И это было на таком уже уровне тревожно. То сейчас это обострилось, то я проверяю, постоянно хожу свое здоровье, своих детей, своих родственников. И вообще проверяю СМИ, что там происходит, сколько людей умерло на сегодняшний день. И это, конечно же, катастрофа, когда ты еще хуже, 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 хуже себя настраиваешь на какие-то отрицательные, минусовые моменты. Все, жизнь, боль, мы все умрем. Вот это страшно. Вот это то, что происходит, это вот в головах наших сегодня. Я правильно понимаю, что в условиях самоизоляции все эти тревоги, они будут расти у людей в геометрической прогрессии. Потому что все будут накручивать себя, накручивать, сидеть дома. Если ты сейчас выбираешься в мир, ты хоть как-то с этого всего отвлекаешься. А тут ты будешь сидеть дома и сам себя нервировать. Когда я сижу дома и смотрю постоянно эти СМИ, и читаю эти газеты, что там происходит, только вот я повторяю фокус на минус, что все плохо, 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 то, конечно же, я себя загоняю вот в эти рамки. Я призываю и буду призывать, давайте, детокс от этой информации. Как будто наш мозг отключается в этот момент. Почему, если, ну, давайте скажем так, когда нет кризиса никакого, почему-то никто не ест эту гречку. Вот у меня ее дома вообще нет. Как начинается кризис, гречка говорит, слава богу, на меня обратили внимание. В этой ситуации покупка гречки, это на подсознании люди себя так пытаются почувствовать в безопасности. С поколения в поколение перенимаем поведение неосознанно наших родителей. И во вторую мировую войну, допустим, когда в Ленинграде была блокада, нечего было есть, и до сих пор там бабушки, дедушки все это накупают. Если там в холодильнике не стоит 30 банок тушенки, кому-то становится плохо. И в этот момент, когда приходит какой-то кризис, какая-то нестандартная ситуация, мы начинаем включать вот это вот наши родовые воспоминания. И мы начинаем заниматься накопительством. У нас менталитет такой, да, нам нужно, да, мы начинаем чувствовать себя в безопасности. Все, я убил мамонта, я купил гречку, моя семья не умрет с голоду. Ну, я это утрирую, я с юмором, лишь для того, чтобы мы, умея и любя воспитывать свою семью, своих детей, своих мужей, своих жен, в этот момент у нас отключается логическое мышление вообще. Есть ли какой-то совет, как нам всем сейчас включить вот эту сознательность, то есть не ударяться в эту панику, а настроиться на какое-то, на рациональное проведение этого свободного времени? Конечно же есть. Напишите себе, чем бы я хотела заняться в пользу для себя. Цель какую-нибудь поставьте. Для себя хорошую цель поставьте, классную, позитивную. Допустим, если я понимаю, что я не справляюсь самостоятельно с этой тревожностью, ну, обратитесь к вы, к психотерапевту или к психологу, займитесь своим психологическим здоровьем. Проведите время с пользой. Будьте семьей, сделайте свой мир воспоминаний этого кризиса, этой ситуации, что вы больше и лучше узнали своего ребенка, свою жену, своего мужа. То есть как-то с пользой для себя. Наконец-то прочтите вы эту книгу, которая лежит уже у вас полгода на тумбочке. Обучение. Сейчас обучение все онлайн, никуда ехать не надо. Купите себе, наконец-таки, свой любимый курс и закончите его. И поблагодарите себя за это. Вы классно провели эту неделю. А у нас какая-то история с тем, что я должна обязательно сейчас подумать, что моя вся семья умрет. Я умру. Вот это непосредственно было вчера, когда он мне говорит, я прям каждый день думаю, если я умру, что же будет с моими детьми? Ну, это вообще. Да, мы же знаем, как работает наш мозг. Он просто в какой-то момент начнет включать свое тело, ваше тело, на осуществление этого состояния, этого страха. Да, это работает так нашим бессознательно. Чем еще можно заняться? То есть как еще можно свое психологическое состояние разгрузить? Потому что вот, допустим, в Москве уже пару недель, как многие компании, перевели своих сотрудников на дистанционную работу. И все мои знакомые, кто сейчас сидят на удаленке, они такие думали в начале недели, сейчас все домашние дела переделаем, сейчас так все отдохнем, выспимся. В общем, кайфами. Прошло. Прошла неделя. Я не вру. Все просятся куда-то. Все просятся на работу. Как-то разнообразьте свой досуг. Да, я понимаю, что сейчас все закрыто, но в рамках этой недели все равно же можно найти что-то для себя. Сейчас это искусственно созданная среда, как будто вас принудили дома. Поэтому ваш мозг, он говорит, блин, я не хочу, у меня же столько энергии и сил. Скучно тем, кто не знает, как с собой проводить время. Внутренне недоволен своим внутренним состоянием. А если вот у человека были какие-то психологические проблемы, и вот в обычной жизни, ну, наверное, мы о них забываем, потому что мы вот правильно с кем-то контактируем, у нас есть вообще много каких-то других забот, и мы на себя не обращаем внимания. А сейчас в условиях самоизоляции все начали сидеть дома, и все начнут копаться в себе. Есть люди, они такие тревожные, про которые мы уже говорили, да, и им очень сложно находиться одним. Они как будто у других, они ищут вот эту энергию, они ее забирают, они вот постоянно там общаются с кем-то, а самим собой им плохо, ну, потому что на ней психологически вот, ну, внутри некомфортно себя чувствуют. Сейчас прекрасное время заняться своим здоровьем. Именно вот этим здоровьем. Как я говорю всем своим клиентам, там, где мое внимание, там вся моя энергия. И если я свое внимание сливаю не туда, моя энергия уходит, и я начинаю психологически переживать. Фокус, мы меняем фокус, меняем фокус внимания на себя, с внешнего на себя. А почему мне некомфортно? Мы задаем прям себе эти вопросы. А что там случилось? А почему вот я сейчас себя чувствую? А с чем это связано? Вот я прочитала, что там в Австралии два человека умерли от коронавируса. Дорогая моя, ну, это находится там, а мы здесь. Что для себя ты сейчас можешь сделать? Включаем голову, включаем голову логическое мышление. Это классная техника, когда ты начинаешь выписывать все свои страхи, связанные с коронавирусом, и ты читаешь, просто смеяться хочешь. Дома, здесь и сейчас. Да проведите этот внутренний ауди с собой. Ну, как бы, и вводите в гармонию с собой. Включаем, опять же, свою голову. Вот и все. Всю энергию с тревоги переводим в рациональное русло. Да, да. Фокус внимания. Ваш фокус внимания. Мы его не вытаскиваем себя, не распыляем, и в истощении потом сидим, потому что нам плохо. А фокус внимания на себя. Все хорошо. Мы же знаем, что психосоматика – это 90% наших болезней, наша голова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова